МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На старт. Внимание! В Чебоксарах началась подготовка к международному спортивному форуму Россия – спортивная держава. Кубок чемпионов. Кого отправили в нокаут в День города? Прогулка перед сном. Куда отправились десятки чебоксарских велосипедистов на ночь глядя? Не всем День города запомнится как праздник. К 17 августа в Чебоксарах произошла трагедия. С девятого этажа выпал двухлетний мальчик. Подобных случаев падения детей с высоты в Чувашии за 7 месяцев нынешнего года зафиксировано уже более 20. По предварительным данным, родители вышли в магазин и оставили его с бабушкой. Та отлучилась в другую комнату, оставив ребенка на кухне с открытым окном. Когда вернулась, мальчика на кухне уже не было. В окне отсутствовала москитная сетка. Ребенок умер в больнице. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному делу, Следственный комитет России по Чувашии возбудил уголовное дело. Статья «Причинение смерти по неосторожности». И сотрудники правоохранительных органов, и медики, и социальные службы еще раз призывают родителей. Не оставляйте детей без присмотра. Международный форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в этом году в Чебоксарах. 4 тысячи спортсменов со всех уголков России посетят столицу Чувашии. Ожидаются также гости из дружественных нам стран. Михаил Игнатьев провел заседание по вопросам организации масштабного мероприятия. Для проведения форума столица Чувашии выбрана не случайно. Чувашские спортсмены не раз становились призерами Олимпийских игр. В прошлом году республика получила премию правительства России в области физической культуры и спорта. Однако, очень важно, чтобы гости запомнили нас не только как спортивный, но и гостеприимный регион. Основной упор нужно будет сделать на подготовку самого города к этому мероприятию. По украсочному оформлению, по дорожному покрытию и по подготовке жителей города, гостей столицы к этому мероприятию. 28 чебоксарских и новочебоксарских гостиниц уже готовы принять спортсменов. Вопрос питания также решен. На повестке дня развлекательные и просветительские мероприятия, которые заинтересуют гостей столицы. Мы в эти дни специально продлили работу наших учреждений. Как вы сказали, музеи, библиотеки специально будут работать до 9-10 часов вечера. Если потребуется, мы, как вы сказали, в круглосуточном режиме, особенно музеи. Библиотеки, наверное, не актуальны, но музеи в круглосуточном режиме будут работать. А театральные и концертные организации к этому времени все откроют свои сезоны. Для удобства участников форума к Чувашскому фирменному поезду добавят три купейных вагона. Пропускную способность Чебоксарского аэропорта также планируется повысить. К 1 сентября план мероприятий должен быть готов. Резюмировал Михаил Гнатьев. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Вопросы газификации обсудили сегодня на еженедельном совещании главы с правительством Республики. Сегодня голубое топливо доступно практически всем жителям Чувашии. Однако периодически возникают вопросы с газификацией новых промышленных объектов и жилых массивов. Сейчас в плане графики пять таких объектов. Газовые сети Чувашии в общей сложности занимают 15 тысяч километров. Единственной негазифицированной территорией остается ли убережная часть столицы Республики, то есть Заволжье. Этот объект включен в пилотную программу «Газпрома». Его сметная стоимость порядка 600 миллионов рублей. В настоящее время уже начато проектирование. Строительство остальных объектов, газификация многоквартирных домов в Чебоксарах и Новочебоксарске и промышленной зоны столицы уже начаты. Работы выполнены на 85% и больше. О вовлечении в оборот неиспользуемых участков земли рассказал министр имущественных и земельных отношений Анатолий Кузьмин. На сегодня составлен и постоянно пополняется единый информационный ресурс, куда занесены практически все незастроенные территории по зонам, пригодные для строительства, земледелия и так далее. Ресурс находится в открытом доступе, что очень удобно для инвесторов и всех разрешительных органов. В Чебоксаре по результатам аукционов переданы в аренду 6 земельных участков общей площадью 5,5 гектаров. В городе Чебоксаре для строительства индустриального парка продан один земельный участок площадью 3,9 гектаров. В Маргавурском районе для инвестиционной деятельности. Доходы в республиканский бюджет Чувашской республики от аренды платы земельных участков в ранее включенных единый информационный ресурс составляет 409,5 тысяч рублей ежегодно. А от продажи земельного участка в 2014 году поступило 2,26 миллиона рублей. Глава Чувашии поручил активизировать работу по ведению единого информационного ресурса. Для того, чтобы привлекать инвесторов, для того, чтобы продавать эти земельные участки, создавать благоприятные средства. А то, что там по долгам, там не надо суда обращаться. Просто арендодатели в лице администрации района должны подавать на сегодняшний день. Уведомить просто-напросто арендатора и расторгать эти договора за имеющиеся долги. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. На совещании также подвели итоги празднования Дня города Чебоксара. Всего в различных мероприятиях приняли участие свыше 300 тысяч человек. При этом никаких чрезвычайных происшествий не зарегистрировано. Криминогенная обстановка была даже более спокойной, чем в обычные дни. Глава Чувашии также поблагодарил столичные службы за ударную работу по наведению порядка. Привычный облик ухоженного города Чебоксарам вернули уже к утру понедельника. Несмотря на то, что массовые гуляния продолжались вчера едва ли не до полуночи. Национальное телевидение Чувашии также принимало активное участие в проведении 545-летия. В субботу и воскресенье в нашем эфире шли прямые трансляции самых ярких мероприятий. Видеоверсии зарядки со звездой, авиашоу, пилотажной группы «Стрижите» от реализованного представления на Красной площади и праздничного салюта можно будет увидеть на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии и портале органов власти Чувашской республики. Сегодня в нашем выпуске рассказ о событиях, которые не транслировались в прямом эфире, но оставить их за кадром мы просто не можем. Гости, которые прибыли на празднование Дня города, давние деловые партнеры Чувашии и ее столицы. Его называют самым ценным богатством, оно у нас одно и достается даром. Речь о здоровье. По оценке специалистов, оно только на 10% зависит от качества медицинской помощи. Остальные 90% – это, к примеру, социальное и экономическое благополучие, образ жизни и многое другое. Как российские города превратить в здоровье сберегающие территории? Об этом шла речь на межрегиональной конференции «Здоровье и городское планирование. Основа качества жизни населения», которая прошла накануне Дня города Чебоксары. Экология, питание, качество воды, занятие спортом, образ и условия жизни. Так называемая медицинская модель здоровья, которая доминировала в 20 веке, в 21-м вытеснилась моделью социальной. Конечно, правительство гордо заставить чебоксарцев, к примеру, заниматься физкультурой не может. Но создать условия для этого вполне. О том, что еще можно сделать, чтобы в российских городах люди становились здоровее, шла речь на конференции. Государственная политика и федерального центра, и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина направлена на сохранение и преумножение здоровья нации. Ибо все миллиарды, которые выделяются на сегодняшний день на здравоохранение, на физическую культуру и спорт, ничего не будет стоить, когда мы не вовлечем самих граждан Российской Федерации, самих жителей регионов, самих горожан. И на самом деле мы пошагово идем для того, чтобы вовлечь по максимуму наших жителей, наших горожан, чтобы занимались физической культурой и спортом. В международном проекте «Здоровые города», который объединяет тысячи городов и три десятка стран, Чебоксара задействовано уже 10 лет. За это время сделано многое, не только в плане спорта. За годы работы в проекте город добился значительных результатов. Так возросла численность населения столицы. Ежегодно растет рождаемость. В городе построено более 60 спортивных объектов. Немаловажным фактором стало улучшение жилищных условий горожан. Большое внимание городскими властями уделяется экологическим вопросам. Серьезным шагом улучшения экологической обстановки стало начало строительства полигона для утилизации твердых бытовых отходов. Чебоксарам есть чем похвастаться перед представителями других городов, но есть и чему поучиться. Пожалуй, главная задача конференции – обменяться идеями. Я с большим удовлетворением прослушал доклад главы республики о том, как и республика, и город Чебоксары, какой вклад они вносят в этой области. Например, что мне понравилось, на что я хочу обратить внимание. Да, обязательное требование, чтобы в школах не курили, причем не курили учителя. Второе, и то же самое относится и к медикам. Мне кажется, что в профессиональной среде это очень важно, иначе, как говорят врачу, сидеть сам. Второе, что мне очень понравилось, что аптеки городские заключили соглашение о том, что они не должны предлагать алкогольные суррогаты. Вот из каждой поездки я стараюсь привезти что-то полезное. Кстати, оздоравливают в республике не только жители и столицы. В будущем году мы будем отмечать уже не только движение «Здоровые города». В будущем году будет десятилетие Ассоциации «Здоровые города, районы, поселения». То есть это говорит о том, что за городом Чебоксары пошло движение в целом по районам и по всей республике. Успехов, судя по всему, много. Но и работы еще немало. В этом деле главное не останавливаться. В день города главные улицы Чебоксар превратились в большую сцену. Около 70 самых разнообразных творческих площадок открылись от улицы Гагарина до Красной площади. 545-й день рождения Чебоксар воплотились самые смелые творческие идеи проекта. Каждого гостя на тематических площадках ожидали танцоры, певцы, поэты, сказочные персонажи и даже сюрпризы. В центре Чебоксар тысячи горожан пробовали себя на разных поприщах. Особенно интересно было поучаствовать в интерактивном действии многочисленным гостям праздника. Национальные традиции, чувашская вышивка. Чебоксарцы от истории возвращались в сегодняшний день. На одной из интерактивных площадок все желающие оставляли отпечатки ладоней. Своеобразная подпись под объяснением в любви чебоксарам. Мы любим город, а город любит нас! Мне все понравилось. Наш город просто самый лучший. Нам очень понравилось, очень весело. Интересно, что у нас в последнее время начали устраивать такие мероприятия, где очень много детишек, родителей. Нам очень нравится, приятно. Сотни артистов и творческих коллективов радовали горожан своими талантами. Вот эти люди в белых халатах, например, варили мыльную кашу. Кажется, детям она понравилась больше, чем обычная молочная. С днем рождения! С днем рождения! Творческий бульвар поражал уникальностью каждого жанра, зрелищностью и неповторимостью. На этих шикарных железных конях, конечно, не прокатишься. Но для кого-то даже посидеть за рулем такого автомобиля уже воплощение мечты. Потрогать и сфотографироваться с антиквариатом выстраивались в очередь мальчики и девочки, и те, кто постарше. Зажигательные танцы, песни пройти мимо просто невозможно. На площадке детской студии «Куча мала» с юными журналистами национального телевидения «Чуваши» танцевали все. Каждый горожанин смог найти на бульваре творчество что-то интересное для себя. Такие праздники нужны, наверное, это объединяет народ наш чувашский. Я желаю не забывать, что мы чуваши, мы великий народ, и нам этого не надо стыдиться, надо гордиться тем, что мы есть, и воспитывать это все в наших детях. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. Мероприятие «Коню Горда» наша телерадиокомпания не только освещала, но и устраивала сама. Так в субботу на Красной площади чебоксарцы танцевали с ведущими молодежной программы «Яшчух», «Щамракчух» и «Таван Радио». Это не просто концерт или дискотека. Творческие коллективы и финалисты проекта «Ротация» были, что называется, на разогреве публики перед основным мероприятием – танцевальным флешмобом. Поучаствовать в нем могли все желающие. Движения учить заранее было не надо. Их прямо на месте показывал хореограф. Пока чебоксарцы танцевали, жюри высматривало самых активных и талантливых. Им к хорошему настроению и выработанным во время танцев эндорфинам полагались призы. Кстати, тоже связанные с танцами. Сертификаты в разные танцевальные студии города. Участвовать во флешмобе можно было и заочно. Не на Красной площади, а, к примеру, перед телевизором. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. День города в Чебоксарах прошло огромное количество развлекательных и спортивных мероприятий. Чтобы увидеть турнир по аквабайку, горожане заранее занимали места на заливе. На эти соревнования приехали спортсмены из многих регионов по Волжии. Они не только боролись за призы, но и нашли время, чтобы продемонстрировать чебоксарцам свое мастерство. Водные байкеры разгоняли свои гидроциклы до максимальных скоростей и выделывали на них всевозможные пируэты. Захватывающие трюки здесь демонстрировала и лучшая команда по фристайлу из Казани. На гоночной дистанции спортсменам было необходимо преодолеть препятствия, идеально войти в повороты между буями. Задача невероятно сложная. Гидроцикл весит более 200 килограммов. За выступлениями звезд аквабайка наблюдали сотни горожан. Такого масштабного шоу в Чебоксарах не проводили давно. Состязания профессионалов водно-моторного спорта продолжались более двух часов. Но городские власти планируют сделать эти соревнования традиционными и увеличить призовой фонд. У нас сейчас открылась секция по водным видам спорта, стадионная энергия. И это направление, где дети могут заниматься водным видом спорта. Взрослые горожане могут заниматься и будем развивать в городе. В день города в Чебоксарах состоялись традиционные соревнования силового экстрима, фестиваль художественной резьбы, бензопилу и парусная регата. В столице работало большое количество концертных площадок. На одной из них артисты даже исполняли зажигательные индийские танцы. Прекрасный праздник. Прекрасный. Наверное, все время. Погода наладилась хорошо. Солнечко. Настроение отличное. Только пришли. Так что нравится. Очень хорошо. В праздничные выходные Красная площадь не пустовала и в темное время суток. Оттуда стартовали участники велопробега по ночному городу. Чебоксарские велосипедисты затеяли этакую прогулку перед сном. Погода эту идею поддержала и устроила душевые процедуры. Однако дождь не спугнул ни профессионалов, ни любителей. По-моему, этот железный конь не боится никакой погоды. Он ездит и в любую зиму, и летом, и осенью, и весной. Круглый год. Три, два, один, поехали! Вместе со всеми в пробеге приняли участие глава города Чебоксары Леонид Черкесов и глава администрации Алексей Ладыков. Колонна велосипедистов проехала вокруг празднично освещенного залива. «Были лужи, много луж, было опасно, конечно, но мы так сильно не гнались друг за другом. В дороге не было никаких экстессов, то есть никаких падений. Проехали очень здорово, очень быстро. Хотя я говорил, что надо ехать медленно, но дождь нас подгонял, конечно». Велосипедное движение в Чебоксарах стремительно набирает обороты. На улицах появляются специальные дорожки и велопарковки. Участники ночного велопробега уверены, поклонников этого замечательного и полезного средства передвижения в городе станет больше. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. «Дома помогают и стены». В очередной раз это выражение подтвердилось на прошедшем в эти выходные турнире единоборств. Сразу трем спортсменам с Чуваши удалось завоевать чемпионские титулы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Наступать на своего противника Чувашский боксер начал не сразу. Хотя бойцу синего угла Константин Петернов дал понять уже с первого раунда, что на ринге он будет вести себя по-хозяйски. Уйти от его ударов сопернику не удалось. Вообще Чебоксарский файтер вел на протяжении всей схватки. И она завершилась нокаутом. Герой вечера говорит, что победа ему была просто необходима. «Я недавно боксил в Крыму, на той неделе. Ровно неделю назад я провел бой в Крыму, где меня, к сожалению, засудили с местным боксером. Поэтому у меня сейчас была большая мотивация победить, доказать себе то, что я буду сильнее». Неоднократный призер страны по боксу Игорь Иванов тоже рассчитывал только на победу. На кону стояла престижная награда – пояс чемпиона мира. Но пыл бойцов охладил проливной дождь. Бой пришлось перенести на более позднее время. Организаторы пообещали провести его в Чебоксарах. «Все, что могли, все делали. Еще раз просим прощения». Главный бой этого дня решили провести, невзирая на дождь. Артур Шишокин бросил вызов поистине опытному файтеру. Филипп Довега даже добивался титула чемпиона Португалии. Свое превосходство иностранец попытался показать и в Чебоксарах. Но кикбоксер из Чувашии на домашнем ринге не сдавался до последнего. Гость из Голландии получил серьезный отпор. «Ножками, ножками, Баша! Ручки, ручки, ручки! Ручки, ручки! Ручки, ручки! Ручки, ручки! Ручки, ручки! Ручки, ручки, ручки! Ручки, ручки! Ручки, 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 ручки!» Титул чемпиона Европы за рубеж не отправился. Его завоевал чебоксарский боец. Артур признается, что ему помогла поддержка болельщиков. «У меня это большая честь. Стремился, тренировался, служил, но соперник был нелегкий, неудобный». Престижные бойцовские шоу Чувашия проводит достойно. Почетные гости турнира в шутку заметили, что недаром в слове чебоксары заложен корень бокс. Хотя в этот раз на столичном стадионе воедино слились разные виды восточных единоборств. Эффектную точку этому празднику поставили монахи Шаолиня. В чебоксары приехали лучшие представители китайского кунг-фу. В храме Шаолиня их отбирали из сотен монахов. Но похоже, что о республике они будут вспоминать часто. Глава региона вручил им часы с чувашской символикой. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Аплодисменты! Аплодисменты! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова